МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фоне возрастающей популярности хоккея в стране российские производители начали активно осваивать рынок спортивной экипировки. Амуницию для игроков и вратарей выпускают и в Чебоксарах. Продукцию этого завода на протяжении многих лет поставляют спортивные школы республики и за пределы региона. Хоккейную экипировку мы производим с 2004 года. В настоящее время у нас заказывают практически по всей России и ближнего СНГ, то есть это Белоруссия, Казахстан. Мы являемся практически единственными производителями данной экипировки в России. кто полностью, у кого полностью весь производственный цикл. Мы заняли свой сегмент на рынке, то есть в основном нашими покупателями являются детские и юношеские спортивные школы, то есть крутые команды покупают. В основном это, понятно, ЦЦМ, Бауэр, то есть, а мы не профессиональные хоккейные лиги берут у нас, но по качеству у нас, в принципе, ничем не уступают брендовым фирмам. На Чебоксарский завод поступали и необычные заказы, к примеру, от киношников. Три года назад для съемок картины «Легенда номер 17» его работники шили точные копии формы сборной Советского Союза. Эти костюмы можно увидеть в финальном эпизоде фильма «Решающий игре против Канады». Вообще за год на этом заводе выпускают более 7000 комплектов экипировки. Костюмы, защитные элементы и шлемы производят из материалов высокой прочности. В основе каждой модели вспененный полиуретан. Используют в производстве и гранулированный пластик. Из этого материала выливают шлемы, щитки и налокотники. За весь процесс отвечает автоматика. На этом устройстве возможно произвести экипировку любой формы. «Различный гранулированный материал, такой как армлен или армамид, засыпается в установку. И потом с помощью некоторых действий происходит литье шлемов, щитков, налокотников и других пластиковых изделий, которые используются в нашей экипировке. Где льется пластик, такие установки есть. Но они могут отличаться по мощности, по размерам и по своему функционалу». Спрос на спортивную амуницию, произведенную в России, повышается, отмечают эксперты. На Чебоксарском заводе в ближайшие годы рассчитывают выйти на новые рынки. В правительстве региона подобные предприятия поддерживают. «Предприятие небольшое, мы видим, да, но обеспечивает серьезную занятость. То есть 35 человек, ну, казалось бы, немного, для малого бизнеса это достаточно. Компания собирается модернизироваться, участвовать в выставочных экспозициях, поэтому мы будем их поддерживать. В том числе и договорились о том, что какое оборудование закупать, какие условия у нас существуют сегодня для получения государственной поддержки». «Для того, чтобы произвести, допустим, новый шлем, нужно минимумать спецосназку. Каждая спецосназка стоит от полтора до двух-трех миллионов рублей. Это только на один сегмент. То есть вот мы хотим попросить управительства помощи в этом направлении. Повышение курса доллара сыграло, конечно, положительную роль. То есть стало больше заказов, немножко полегче. Единственное, что у нас сезонность идет, конечно, то есть, ну, так, в принципе, мы себя чувствуем устойчиво». Неплохие показатели демонстрируют и другие малые и средние предприятия республики. «В этом году мы получим порядка плюсом 900 предпринимателей по всей республике. Казалось бы, цифра небольшая, но даже это для нас серьезный результат. Это говорит о том, что предприниматели уверены, регистрируются, увеличивают. Мы видим увеличение производства, увеличение оборотов продукции, тоже порядка 10% по году. Налоговые платежи увеличиваются. Ну, то есть малый и средний бизнес сегодня, он, да, ему непросто, он живет и развивается». Оказывать поддержку малому и среднему бизнесу власти республики продолжат. В приоритете инновационные проекты. По данным экспертов, их доля в регионе будет увеличиваться и дальше.